Ой, блядь, шестолк не въехал. О, женщина! В голову глушатый попал. Хорошо ехали, да. Тут еще, смотрите, вот такой вот фейл. Нужно прикрутить это все. Всем бодрячком, дорогие мои. Сейчас на часах 11.00. Желаю вам вагон здоровья. Мы с вами отправляемся на покатушку. Пока можно собираться больше 50 людей. Точнее, не больше 50 людей. Я решил прокатиться на мотоцикле в этот прекрасный солнечный день. Я думаю, все согласятся, когда одеваешь комбинезон первый раз. Это ужасно трудно. И вообще лучше использовать летнее термобелье. Потому что если ты вспотешь, а ты вспотешь, если ты будешь быстро ездить, то довольно трудно снять комбинезон. Оденем гарни сапоги. Обязательно защиту спины Альпинста. Пакистанские перчатки Дайнес. Сумку Старкс. Телефон и наклейки. Если кому-то понравилась эта куртка, смотрите видео на канале о экипировке. То же самое, вот такие ботики я купил всего лишь за 69 евро. Со скидкой. А стоили они 150. Твердый носок. Твердая пятка. Но это чисто для города. А сейчас мы едем не в город. И вот такая офигительная сумка. О ней я тоже рассказывал в видео о экипировке. Все, мне пора. Всем здорово, два. Ну я поехал кататься? Да. Пожелаешь мне удачи? Да. Вдыхайте свежий воздух и кайфуйте. Вот просто кайфуйте от того, что вы живете. Я так часто делаю. Просто радуюсь тому, что я живу. У меня есть руки, ноги. В данной ситуации на карантине старайтесь все-таки избегать массовых мероприятий. О, Джон. О, Владимир. Вот так надо здороваться. Здорово. Два метра. Три метра. Уже три метра? Да, это мой закон. Твой закон? Да. Можешь свой закон в попу засунуть. Вот так вот надо. Опа, видел? Да. Да. А вот и Ленина Ямаха R6. Ребят, поддержите Лену, сучку. Но я ее YouTube-канал не оставлю в описании под этим видео. Паш, поздоровайся со всеми. Мы сейчас защищены. Видите, у меня защита глаз, маска, комбинезон. Будем здороваться кулачками, соблюдать дистанцию. Я думаю, когда вы смотрите это видео, уже приняли закон или это такой карантин, ну или какое-то правило, что больше двух людей нельзя встречаться. Смотрите, все дезинфицирует даже машину. Так, я вам советую не накачивать атмосферу по мануалу, а все-таки немножко спускать. Это небольшой совет от Бруно Мото. Да, резина будет съедаться быстрее, но будет лучше держак. У меня по мануалу 2,9, сзади 2,5, спереди. Я накачаю 2,3 и 2,6. Перед такой покатушкой все надо проверить. Мотоцикл должен быть в идеальном состоянии. А ты сам проверишь. Учись. Ой, мне, если честно, уже очень жарко. Вот у меня еще термуха Старкс одета. Но я уверен, что когда мы поедем по шоссе, за городом, то будет все по кайфу. Интересно, заправки есть дезинфекция? Я потрогал ручку заправлялки. Одно из золотых правил нужно залить бензин до покатушки. Полный бак, чтобы потом вас никто не ждал. И проверить мотоцикл до покатушки. И не опаздывать. А я часто опаздываю. Ага, 2 метра. Лучше карточек, конечно, расплачивается. О, да. Дезинфекция. 70% спирта. Все микробусы сдохли. Я не понимаю, почему люди сейчас только начали задумываться о гигиене. А, ну хотя понятно, логично. Болезнь напала. Я, в принципе, мою руки всегда. Но деньги, это вообще самая-самая большая грязь. Деньги передают все микробы. Деньги это самое грязное, что может быть. Посмотрите, какая красивенькая Е30. Я всегда мечтал о такой. Только хотелось бы не кабрик, а чисто купешечку такую. Я постараюсь это видео выложить максимально быстро. Вы же на карантине. Вам хочется что-то посмотреть, кайфануть дома. Ой, блядь, часок не въехал. А вы максимально зарядите. Опа, это видео лайками, комментариями. Что вы делаете, напишите там дома, пока карантин. Как у вас? Настроение? О, хорошо, что пока что мало людей. Карантин 2 метра. В Испании не был? В Испании не был? В Италии. Нет? Ну ладно, тогда можно кататься. Вот молодец, сам заработал, да? В Макдональдсе или где-то заработал? В Макдональдсе и в магазине. В магазине? Ну и как тебе? Хороший. Хороший, да? Здорово, бро. Дистанция. Дистанция. Здорово. Дрифтёр за свои хондочки, как всегда. О, Лысый из Бразерс приехал. Здорово, Лысый. Смотри, мы все защищены, да? У нас маски, комбинезоны, перчатки. Все есть. Да-да. Помахай, ты во влоге. Влог 2020. Это пятый уровень? Ты коммент напишешь? Напиши. Майк поставь. Красиво, да, что это выглядит? Надо дрифтёру сказать, что не все еще. О, вот это компания, вот это я понимаю. Просто покатушка под музыку. Просто влог. Просто день с мотоциклистами. Просто пи***ц, как он нагрузил это. Пацаны, когда вот такой толпой ездите, должно быть понимание того, как ездить между ряде, как ездить вообще в колонии, шахматный порядок, все дела. Безопасность превыше всего, да? Но когда в такой толпе едешь, это довольно трудно сделать. Осторожно, яма, да? Машины могут объезжать яму, когда вы едете между машин и зацепить вас немножко. Будет очень больно. Когда едете в колонии, обязательно используйте жесты. Вот я сейчас поднял руку наверх, типа, предупреждение. Переходит пешеход, переходный. Да, у меня уже язык заказал. Короче, все, я поехал. Все, на заправочку. Сейчас посмотрим, кто отстал, кто не отстал. Это мы только начали ехать. Я уже заправился. Нужно заправляться перед каткой, пацаны. Ну, как так? И посрать нужно перед каткой. Все, все приехали. Петрова не вижу только. Реально, Петрова не вижу. Петров отстал. Призрачный гонщик отстал уже. Нифига себе. Хоп-хоп-хоп. Можно и стекло почистить сразу. Дезинфекция рук, ази. А что ты не глушишь? А, как будто умер. А, призрачный гонщик готов. Что-то у нас как-то неорганизовано. Знаете, в плане чего? В плане маршрута. Кто-то знает, куда мы едем. Кто-то не знает, куда мы едем. Получается, вроде мы как останавливаемся там в одном месте. Ускливо вроде как не останавливаемся. Надеюсь, все получится. И все будет без эксцессов, как говорится. Все будет хорошо. Я, если честно, хочу чисто, лайтово прокатиться до этого туннеля, который самый длинный в Латвии туннель. И там газонует так хорошо. Бру! Мероприятия отменены. Когда все уляжется, я обещаю, что я поеду в Германию путешествовать. Я поеду в Одессу, я поеду в Минск. Я знаю, что вам нравятся вот такие поездки, путешествия. Мне самому нравится это разнообразие, а не просто кататься по Риге и рассказывать вам какие-то скучные истории, но которые многим тоже нравятся. Как красиво все идут так одной колонны. О! Женщина! Ты, конечно, молодец, но ты уже на обочину почти заехала. Довольно спокойно едем пока что. Ой, я лучше не буду доехать так. Молодец, красавчик! Там фоторадар стоял, и я такой скинул, и у меня ракета пошла, блядь. О, копы кого-то поймали. Не повезло, дядьки. Потому что, ну все, все просто разъехались. Я как будто еду один. Паша остался, вон Глеб там и Рома подождал всех остальных. Остальные улетели куда-то. У меня такое ощущение, что я один еду просто. Все, блин, тыу-тыу-тыу-тыу-тыу куда-то. А это кто, я не знаю. А они просто мимо едут. Просто мимо? Все такие улыбаются. По кайфу. Мне по прямым не очень нравится летать. Я уже, наверное, отъездился по прямым. Мне больше нравится в поворотиках, где красивая природа, попутешествовать. В нашей компании очень много разных мотоциклов. Все очень такие красивые, сочные, новые, старые. Пацан залег жестко. Лежит. Сейчас вот доехали по Кокненское шоссе. До поворота нас скривили. Доедем до туннеля в Айскроуково. Хозяйственная техника. Сейчас ее будет много. Точно такое ощущение, о, как он близко проехал. Дрифтер, вы видели? Пошел на заднем. Дорога просто супер покрытие. Если границы будут закрыты, то будем путешествовать по Латвии. Показывать вам красивые места. Когда уже деревья расцветут. Все будет зеленое, красивое. Сейчас немножко серовато все-таки. Ого. Красиво, да? Петров, я ничего не слышу, что ты говоришь. Что ты говоришь? Он тогда поставили говно BMW. Говно BMW? Да. Я говорю, накупят говна всякие. Говна накупили. Раз, два, три. Хонда. Джиксер один. Джиксер второй. Джиксер вот третий. Р1, Кава. Два по типу Харлей Моцико. Асыв один котел закончился. BMW говно, пацаны. Не покупайте BMW. Вот раз, два, три BMW. Смотрите, BMW на трех цилиндрах. Джиксер отличный мотоцикл. Поменял, завел, поехал. Сейчас три цилиндра тут работает. И с низов она валит, говорят. Больше 200 нельзя ездить. Бля, люди переплачивают деньги. Я не понимаю, зачем BMW покупать, да? Так можно любую четверку. Тем более, что, ну, ты знаешь, что будет проблема, да? А, ну чувствуется, да, так. Ну все, все, все. А сколько можно ездить на трех цилиндрах? Долго? Мне сказали, что бус вызывай. Серьезно? Лучше не надо, да. Он сказал, что ты просто будешь ехать, а ты еще сломаешься, больше не деньги переведешь. Че думаешь о коронавирусе? Я? Да. Не берется? А ты к женщине идешь, цветы дарить, да? Моя женщина в топе. А, в топе работает, да? Окей. А я такое... Женщин не берется. Любишь женщин? Нет, одну. А, одну? Вот это правильно. Это моя женщина. Ну давай, она тебя ждет. Удачи тебе. Давай. Пожалуйста. Петров худеет, как всегда. Ну мы так спокойно, Сеня. Ну мы так видим, как мы спокойно. А, а. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok 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 бери-бери факел грусть факел грусть серега кто хочет такие наклейки приходите на мой твич-канал ссылка на него в описании да ты выиграл я поэтому тебе дал да и просто так ты их получил ты их выиграл андрей тащи как будто с луны свалился такой подходит отчетом у пацанов бмс ломалась авторские права ты не снимай меня так ему зончик не могу и и и и и Продолжение следует... 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 Налет.